добрый день сегодня у нас кофемашинка DeLonghi ECI 341 Distinto или как-то так называется вот у нее какая проблема была она не продавливала воду сквозь молотый кофе проблема в чем оказалась изношенная помпа вот это шла заводская сейчас заменим ее на новую считаю то что помпа 15 года ту кофемашинка тоже 15 года для рожковой кофеварки при постоянном использовании помпы очень страдают вот если у вас проблема что она не давит кофе не делает его то конечно только замена помп как разбирается выкручивается два саморезика на задней стенке регуляторы просто приподнимаются и под ним выкручивается саморезик под верхним так точно чтобы снять корешку если собираетесь разбирать дальше той передней тоже и выкручиваете два саморезик потом нам надо было снять дно вот она но кофемашинки она вот тут видно уши сверху уже 7 получается саморезику их выкручиваем получаем снизу доступ кофемашин не вот снимаем колодку питания она на двух саморезах и достаем помпу помпу доставать не сильно удобно она идет в подвесе то есть в обычной работе это плюс вибрации помпы не слышны то есть если вы пользователь вы уже точно знаете что это кофемашинка работает мягко вот если собираетесь купить тоже рекомендовал бы с точки зрения тишины все все очень супер вот потом как будем снимать помпу выкручиваем этот клапан сброса давления снимаем трубочку подачи воды снимаем провода питания и потом помогая себе отверткой достаем старую помпу сейчас поставлю новую и покажу дальше как собирать машинку и как она будет готовить кофе наша помпа на месте все выглядит собранном виде именно так помпа клапан входящий то ли сброса давления ну зачастую сброса давления лишнего колодка установленная на место все можно дальше собирать ставить нижнюю часть нижнюю крышку и поддон и все скручивать вот кофемашина уже на своих ногах можно сказать давайте посмотрим что внутри в смысле системы заваривания нержавеющий бойлер термостат и все чисто красиво то есть за пять лет которые она в работе ничего не потекло то есть это уже большой плюс бойлер достаточно большого ну я не сказал что сильно большого стандартного размера то есть для приготовления чашки кофе и взбитие молока взбивание молока объема этого должно хватить то есть конструкция достаточно стандартная все симпатично сделано по уму для недорогой рожковой кофемашины все красиво как работает кофемашинка регулятором выбираем или на регулирование все собрано давайте готовить кофе насыпем молотова и запускаем напомню кофемашинка не продавливала все нормально кофе варится подается сейчас покажу конструкцию рожка и общее впечатление о кофейном аппарате расскажу за счет лучшайзера даже вот такое у нас недорогое молотая кофе дает высокую пенку выглядит симпатично и я уверен что по вкусу будет достаточно крепко вкус который устраивает в принципе большинство пользователей сейчас помою покажу рожок вот так выглядит рожок у него получается направляющая для выхода кофе никакого лучшайзера в самом рожке нет есть в ситечке как раз то есть верхняя часть сита идет с лазерными отверстиями это все верно единственное что снизу сита выход только один за счет этого получается высокая пенка создается дополнительное давление в заварной камере вот эта ситечка моется внутренняя снимается тоже надо время от времени его чистить протирать по сути в комплекте идет рожок с улучшайзером другого насколько я понимаю нет машинка может что у нас подавать воду это у нас значок нагревания включаем питание после чего машинка нагревается как только загорелась зеленая кнопочка машинка готова к работе вот если мы открываем кран включаем регулятор правое положение подается вода если мы включаем пар лампочка тухнет нагревается сильнее как только нагреется температура бойлера бойлера для подачи пара тоже открываем эту ручку подается пар из носика который можно взбивать молоко в обычном положении подается вода в рожок в нашем случае через ситечка центральный на центральном ситечке саморез его тоже надо разбирать чистить для этого нужна зубная щетка или похожая щетка это по обслуживанию то есть обслуживанием чистим сито чистим вот это сито делаем декальцинацию то есть бачок нажимал наливаем жидкость для чистки от накипи и производим кислотой очистку время от времени так аппарат достаточно неплохой учитывая его цену и направленность как бытовая рожковая кофеварка можно спокойно покупать конечно профессиональные русскую делаю кофе не просто лучше а намного лучше вот но если вы собрались купить такую машинку небольшую для дома вы тоже не прогадаете возьмите неплохой аппарат спасибо за внимание